Энергия Энергия это как деньги. Грубо говоря, вы готовы потратить себе деньги? Если не готовы, ну да, храните. А в основном человеку нужна спокойная, долгая, прочная и комфортная жизнь. Это тогда собирание энергии. В Китае вообще понятия спорт не существовало. Оно возникло только с Олимпиадами. Никакой нормальный китаец никаким спортом не бросался заниматься. Спорт это же род эгоизма. Это оборонка, война. Понятно, вот у нас солдаты, они знают себя спортом. Ну и либо деньги и достижения. В чем причина спорта-то? Зачем человек себя изнашивает? С какой целью? Что хотим добиться-то? То есть мы хотим здоровья, так это не спорт. А это оздоровительная физкультура. А идеальная оздоровительная физкультура, пожалуйста, монастырь Шалинь. Полторы тысячи лет. Бадуанзин. Восемь движений. Полторы тысячи лет отобраны. Минимум эффект. Минимум движений. Максимум эффекта. Полторы тысячи лет отбирали. Ну уж, наверное, люди придумали. Наверное, уже люди грамотно отобрали. Каждое там движение пальца и каждый вдох и выдох расписан. Берешь, изучаешь. Пять минут изучил. Десять лет практикуешь. Ну что еще? Я уж не говорю про йогу. Но, к сожалению, с йогой произошло много извращений, прежде чем она попала к нам. Если вы знаете, о чем я говорю, то вы поймете. Если нет, можем рассказать. Вообще вся физическая активность делится на два вида. Спорт больших движений. Ну, скажем, это я так перевожу спорт. Не спорт, а активность больших движений и активность малых движений. Активность больших движений – это бег, чрезмерные нагрузки, подтягивания, поднятия тяжести. Вот такие вот. Активность малых движений – это, скажем, больше подходит в физкультуре цигуну или йоги. Значит, активность малых движений – это оздоравливающие. Движения плавные, округлые, ци собирают энергию. Движения резкие, напряженные, быстрые и чрезмерные. То есть, когда вы делаете чрезмерно, через силу, они ци рассеивают. Дальше разберитесь, вам энергия нужна рассеянная или собранная. Когда вы спасаете жизнь себя, страны или добиваетесь каких-то чрезвычайных результатов, вы рассеиваете энергию. Энергия – это как деньги. Грубо говоря, вы готовы потратить себе деньги? Если не готовы, ну да, храните. А в основном человеку нужна спокойная, долгая, прочная и комфортная жизнь. Это тогда собирание энергии. Вот цигун – это спорт собирания энергии. Или, например, йога – это спорт собирания, скапливание, увеличение. А спорт – это рассеивание энергии. Поэтому тут нужно понять, что требуется. Поэтому оздоровительная нагрузка, оздоровительные упражнения никогда не повреждают организм. Грубо говоря, если они повреждают, то это нераздоровительные. Цель упражнений, предложаемых шаолинским монастырем, совсем другая. Кстати говоря, многие там, может, видели, как там кунфуисты прыгают, бегают там по телевизору, там что-то ломают. Но это шоу полностью не соответствует никаким шаолинским доктринам. Это вас тоже обманывает. Это с шаолинем ничего общего не имеет. Это просто вам показывают шоу. Люди тоже деньги хотят заработать. И все. Ну, то есть это фильмы, это какие-то шоу. Настоящие шаолинские монахи этим никогда не занимались. В шаолине никогда не было боевых искусств. Я вам сразу скажу, как человек, который долго там прожил и долго это изучал. Никогда не было и не будет. То есть нет боевых искусств никаких. Боевое искусство – это армия, это убийство, это война. Но это совсем другое дело. К шаолинским монахам никакого отношения не имеет. Никогда не было тренировок. Нет там никаких тренировок. Тренировки для замученных городом людей, у которых нет времени, им срочно нужен спортзал. Или потому что я вас собрал, я хочу с вас получить деньги, я вам устроил тренировку. Все. В шаолине так не тренируется. В шаолине есть учитель и задание. Вот тебе задание, иди тренируй. Ну, придешь, покажешь. Там через год, может. Все очень гармонично.